Всем привет! С праздниками вас! Новый год только начался, а китайский производитель Oukitel запустил свой суббренд. И суббренд Oukitel уже успел анонсировать новый защищенный смартфон F-150. Что же в нем интересного? Давайте посмотрим. Кто не знает, Oukitel это китайская компания, специализирующаяся на выпуске смартфонов низкого ценового сегмента с достаточно оригинальным дизайном. Главная фишка компании это дешевые и защищенные, или говоря по-другому, армированные смартфоны из разряда дешево и сердито. Не очень современные чипсеты, среднее качество сборки, дешевые комплектующие. Все это позволило компании Oukitel производить доступные смартфоны. На корпусе новинки видна надпись F-150, она же фигурирует в названии, но на всех картинках написано Bison 2021. И первым делом это у нас защищенный смартфон. Обещают защиту от воды и пыли в соответствии IP68-69K. Несмотря на брутальную внешность, про противоударность или про соответствие стандарту MIL-STD810 ничего не говорится. Смартфон прорезиненный, но сделан уже из пластика, хоть и крепкого, а не из алюминия. Что же касается начинки, то она здесь бюджетная. Процессор Helio G25 это восьмиядерный чипсет, изготавливается по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет восемьядер Cortex-A53 на 2000 МГц. То есть для несложных задач вполне подойдет, но ничего крутого. С памятью все неплохо и все однозначно. 6 ГБ оперативной, 64 ГБ постоянной. Есть поддержка карт памяти. Экран здесь немаленький, 5,58 дюйма с разрешением 720 на 1520 Мп с покрытием Corning Gorilla Glass 5-го поколения. Зато батарейка точно шикарная, 8000 мАч и поддерживается быстрая зарядка 18 Вт. Если вы технар и работаете в постоянно грязной среде, или просто вам нужен защищенный смартфон, то это устройство с такой батареей даст вам возможность быть автономным несколько дней точно. Камер много, толку правда от них подозреваю будет мало. Фронталка на 8 Мп, сзади квадроблок 13, 2, 2 и 0, 3 Мп. Как показывает моя практика, то камеры в таких смартфонах просто шлак. Разве что разные расписания, квитанции или что-то подобное фоткать. Чисто рабочую информацию. Разобраться, что пишется на картинке в хорошем качестве можно будет, но шедевры не поснимать. Уникальная особенность S150 Bizon это корпус, сделанный из пластика, а не из резины или алюминия, как это принято для армированных смартфонов. Это позволило снизить себестоимость и поэкспериментировать с светом. Есть NFC, а также двухдиапазонная зона Wi-Fi и зарядка через Type-C. Датчик разблокировки на правой грани также присутствует. Да и вообще виду смартфона прикольный и стильный. И за 110 долларов можно подумать над его покупкой. Но такая цена будет всего 2 дня, 18 и 19 числа. Так что если реально вам нужен подобный смартфон с такими характеристиками, то можете положить его в корзину и поставить напоминание на эти даты в телефоне. А еще можно попытать свою удачу и поучаствовать в конкурсе с розыгрышем 10 таких смартфонов. Все что нужно это перейти по ссылке в описании и пройти простые требования. Это типа подписаться на канал, поставить лайк и тому подобное. Ну и желательно написать комментарий под моим роликом. Напишите, как вам смартфончик, что вообще думаете про него и вообще, как Новый год отпраздновали-то. Спасибо вам за просмотр, хорошо думаете, когда что-то покупаете в интернете. Будьте мне все здоровы и пока-пока, увидимся.